Приветствую вас, дорогие мои друзья! Сегодня у нас онлайн-гадание на тему «Получится ли добиться желаемого?» Вот такой непростой вопрос, который часто нас мучает, и хотелось бы, конечно, получить на него, если не ответ прямой, то хотя бы подсказку. Итак, что нам нужно сделать? Я тоже, кстати говоря, хочу присоединиться к этому вопросу. Есть у меня некие планы, намерения, и тоже интересует, получится ли, не получится ли реализовать их. Ну что ж, я буду тоже загадывать свой вариант, но вы тоже, друзья мои, можете по цифре загадывать, 1, 2, 3, можете выбрать какую-то колоду. Кстати, желаний может быть не одно, а несколько, на ваше усмотрение. Первый вариант колода Таро 78 дверей, второй вариант Таро Арканум, третий вариант Таро Поэта. Кто не успеет, друзья мои, сделать свой выбор, сделайте паузу, а потом прослушайте свой вариант. Ну, а я, пожалуй, начну. Я, пожалуй, начну. Итак, кто выбрал первый вариант Таро 78 дверей? Давайте посмотрим, что же у вас. Получится ли добиться желаемого? Да, кстати, срок обязательно загадайте. Именно в загаданный срок. Ну, чтобы, как говорится, потом не терзать себя сомнениями, а уже конкретно знать, на что ориентироваться. Итак, получится ли добиться желаемого? Королева мечей, шестерка чаш, шестерка жезлов, и девятка чаш. Интересно. Вот кто выбрал первый вариант, знаете, отчасти можно вас поздравить. Хотя, может, и не отчасти. Дело в том, что то, что вы задумали, это такое желание практического характера, скажем так. Просчитанное уже, насквозь продуманное, если можно так выразиться. Проанализировано. Ну, а уж насчёт решительности, тут вообще, как говорится, без вариантов. Вряд ли кто вас может отговорить или убедить на обратное. Можно даже выразиться, знаете, как, что вы уже там. То, что вы задумали, вы уже там. Вы уже чётко себя представляете, как, что, можно как говорится, во всех цветах и во всех вариантов. У вас не возникает даже такого сомнения, что это не получится. Вы уже априори уверены в том, что победа будет за вами. Что это будет ваше. Что вы этого добьётесь. Я не исключаю такого даже варианта, что вы уже купаетесь. Купаетесь в окончательном своём решении, в окончательном своём результате. Вы чётко знаете, что вам для этого нужно. Какие ступени пройти, что сделать. Какие вам связи понадобятся. Какие знания, какие шаги нужно сделать, чтобы добиться своего. Вот я уже сказала, что ваше желание, оно продумано на все 200%. Но оно не только ещё продумано, оно как бы прочувствовано. Прочувствовано, понимаете, душой. Вы даже ощущаете вкус. Вы чётко знаете, какой вкус у этого желания. Как у конфетки. Мы когда покупаем, уже знакомые конфетки, которые знаем, что я вот эту конфетку хочу купить. Но вы уже чётко знаете, что вы получите. Какое наслаждение, какой аромат. Ну и какой результат, конечно же. Вот глядя на карты, такое ощущение, что у вас в голове уже есть готовый бизнес-план. Прямо вот по пунктам. Что нужно сделать, как нужно сделать, что для этого понадобится. Какие риски, кого привлечь или наоборот не привлекать. Что открыть, какие пункты открыть наружу, какие шаги свои открыть. А какие наоборот делать скрытно. В общем, вот всё по ступенечкам. Ну что ж, ладно. Давайте посмотрим, что может помешать. Что может помешать или уже сейчас мешает. Ну в данном случае вы уже начали действовать. Понимаете? Вы уже начали действовать. Что может помешать. Моменты колебаний могут помешать. Сомнений. Ну даже, знаете, не как это, а как то, что вас может кто-то подвести. Да. Если вы кому-то вот доверитесь, и этот человек может просто не выполнить своё обещание. Ну из-за невредности, там не со зла, нет. Ну просто вот пообещал, не подумав, и не получилось. Недостаточное проявление своей личности может помешать. Ну я имею в виду, если у вас цель является рост карьеры, или профессиональная какая-то деятельность, или начать бизнес. Да даже, знаете, даже с кем-то познакомиться, или за кого-то выйти замуж. В любом случае вы же не будете сидеть в уголочке, как говорится, как якомышка, и даже не шевелить лапкой. Нет, друзья мои, это тупиковый путь. Поэтому может помешать то, что вы не будете себя реализовывать, не будете себя показывать. Все свои, знаете, все свои ресурсы, все свои возможности. И не только показывать, но и реализовывать их. Финансовый вопрос может вам помочь в каком-то плане. Но недостаток финансов как раз может именно помешать, друзья мои. Уверенность в себе, это самое главное. И еще, и еще, друзья мои. Может, конечно, кому-то помешать персонажи. Ну, люди, которые нацелены на то же самое. Я имею в виду конкурентов, соперников, соперниц, причем сильных, имеющих столько же ресурсов, как и вы, как и у вас, а то, может быть, и больше. Давайте еще одну. Так, да. Десятка мечей. И вот почему-то идет ощущение, что может помешать, если вы не дойдете до конца. Как бы не было труда. Да. Могут быть препятствия, могут быть сложности, проблемы. Могут быть. Но вот эти атаки сложные нужно вытерпеть. Выдержать. Выдержать. Не сдаваться. Вот, кстати говоря, выпадение тут еще рыцарем чаш может указывать на то, что для кого-то проблемой может стать нечеткая картинка. Либо результата следующего шага, либо нечеткая картинка вообще в целом результате. Хотя, в принципе, судя по этим картам, нет. Скорее всего, действительно. По крайней мере, стратегия тут выработана от и до. Ну, может быть, тактика как-то хромать. Ну, в данном случае вполне имеет место быть, что какие-то тактические ошибки, но они не должны вас отпугнуть. Вот этого делать нельзя. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, а что будет помогать. Угу. Семерка жезлов. Восьмерка жезлов. И тройка чаш. Оптимизм, друзья мои. Оптимизм. Поддержка близкая будет вам помогать. Будет изумительно, если вокруг вас будут надежные друзья, подруги, родственники. Причем эти люди должны действительно вселять в вас уверенность, оптимизм, наполнять вас дополнительной энергией, понимаете. Придавать вам дополнительную мотивацию, возможно, даже двигаться дальше. Ну, если вы еще и вместе в целом, особенно это касается бизнеса, вот, если вы не одна или не один, а с кем-то, то, конечно, этот фактор очень важный. Ну, так же, как я уже сказала, что могут быть препятствия, они у нас тут уже нарисовались. И, в общем-то, Семерка жезлов говорит, что это надо преодолеть. Даже не то, чтобы преодолеть, надо к этому быть готовым. Рассчитать, что вот конкретно вот это может помешать. Подготовить обходные какие-то пути, либо способы дополнительные, либо методы дополнительные. Главное еще защита, друзья мои. Да, защита себя, своих интересов. Это должно быть на первом месте. Подкачайте свою мускулатуру, образно выражаясь, конечно. Тогда все будет идти легко. И умейте делать правильный выбор. Вот, особенно, восьмерка, вот она, жезлов, она и говорит. Важно будет правильно подбирать ключи. Ключи к нужным дверям. Куда стоит заходить, а куда не стоит заходить. Так, ну с этим все ясно. Теперь давайте зададим такой сакраментальный вопрос. А вообще нужно ли этого добиваться? Ваше ли это? Нужно ли этого добиваться? Ответ, конечно же, такой. Добиваться нужно. По крайней мере, знаете, неважно даже какой вы результат получите. А результат, в общем-то, может быть очень даже хороший. Мало того, что как в материальном плане, так и в моральном плане. Да, для кого-то это действительно супрушество. Вот. Для кого-то семейное счастье. Для кого-то благополучие, благосостояние, финансовое благосостояние. Для кого-то это получение дополнительного, очень важного для вас опыта в последующем особенно может пригодиться. Да, знание и опыт это, конечно, важные составляющие в нашей жизни. Чего уж там говорить. Так что ответ – да. Дерзайте, дерзайте. Но, как говорится, соблюдайте все правила. Вот то, что я уже озвучила впереди. Что может помочь, что может помешать и так далее. Но в данном случае рекомендации карт говорят – да. Но серьезный должен быть подход. Серьезная поддержка, серьезная основа, платформа. Не делать необдуманных шагов. Это однозначно. Делать необходимые паузы, остановки, рокировки, корректировки. Ну, в общем, все по-серьезному должно быть. Тогда да, друзья мои. Стоит, стоит начинать. Стоит добиваться. Так, ну вот давайте теперь спросим, а что в итоге-то? Вот вы начали добиваться, прошли все этапы, как говорится. Что в итоге вы получите? Хм, тройка мечей. Вау, вау, башни, мама дорогая. Иерафант. Ну и что еще? И восьмерка. Восьмерка чашек. Хм, непростой итог я вам скажу, мои хорошие. Что-то круто изменится у вас. Да. Либо окружающая у вас обстановка, либо изменения крутые в отношениях. Вплоть до разрывов, до расставаний. Как бы, знаете, вы как ситом пройдетесь. Понимаете? В том числе по своим конкретно каким-то параметрам, личностным параметрам. Да. Вы можете круто поменять мнение о ком-то или о чем-то. Вы можете поменять свое окружение. Вы можете даже, знаете, поменять место жительства. Да. Поменять жилье. Может это и коснуться, кстати, и брака. Особенно вот если у вас уже, как говорится, с этим все нормально. Но ваше желание касается каких-то других вопросов. То в данном случае даже может отразиться на вашем браке. Вы можете поменять правила. Устой в своей семье. Отношения со своими родственниками. Даже, знаете, можете поменять отношение к законам. Ну, это, скорее всего, ваше внутреннее отношение. Но то, что довольно кардинальные изменения, я думаю, вы уже поняли. Да, тройка мечей, друзья мои, башня. Ну, восьмерка, чаш. Разрывы, уход, отъезды, перемены места жительства. Перемены в профессиональной деятельности. Ну, я просто перечисляю. Я не знаю ваших желаний, понимаете, чего они касаются. Но они вот именно... Ваше желание может изменить и другие сферы вашей деятельности. Вашей жизни, точнее. Сферы вашей жизни. И деловую сферу, и сферу финансовую, и сферу отношений, и так далее. Ну, как будто серьезное у вас очень получается желание. Чего-то вы так... Цель себе крутую поставили. Ну, я уже сказала, что у вас тут уже своего рода бизнес-плант. Все четко продумано. И, естественно, такое ощущение, как вроде бы вы решили поменять круто свою жизнь. И как раз изменение какой-то одной части, одной части, одной сферы вашей жизни, оно действительно поменяет все. Вот вот такое у меня ощущение от этого расклада. Ну, что ж, ладушки. С вами все ясно, друзья мои. Успехов вам, удачи. Пусть у вас все получится. Ну, а я пойду дальше. Итак, второй вариант. И кто выбрал Таро Арканум? Давайте посмотрим. Получится ли вам добиться желаемого в ваш загаданный период? Обязательно очертите период, чтобы, как говорится, уже четко знать. Так. Сегодня день очень интересный. То солнце, то за тучку зайдет. Вот такая перемена. Видите, у меня тут тоже скачет все. То светло, то темно. Так. Ладно, не будем отвлекаться. Получится. 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 Мак. Как интересно. Так, хорошо. Шестерка чаш. Дана Пентакли. Девятка мечей. И рыцаря мечей. Ну, пожалуй, хватит. Ну, что сказать, мои хорошие. Настроены вы очень решительно. Уверены в себе. Уверены в своих возможностях, силах. Может, кто-то даже и привлечет для этого какие-то магические инструменты. Будет проводить или уже проводит какие-то ритуалы. Не исключено, друзья мои. Ну, есть, конечно, опасения. Есть переживания. Есть и мешающие факторы. Ну, мы пока о них не будем говорить. Расшифровывать их не будем. Вот такое ощущение, что у некоторых это желаемое связано почему-то с прошлым. Какая-то ниточка идет из прошлого. Может, причина из прошлого. Или, возможно, это связано с вашими детьми. Ну, в любом случае, несмотря на переживания, вы так это трезво смотрите. Да. Трезво смотрите на то, что вы задумали. На то, что вы решили сделать или добиться. Более того, вы даже готовы к опороне. Привлечь к реализации своего желания. Ну, необходимость, может быть, даже специалистов. Может быть, это касается какого-то одного помощника. Но серьезного, серьезного помощника. Ну, и с денежками тоже, я смотрю, у вас все подготовлено, если можно так выразиться. Ну, что ж, хорошо. Теперь давайте посмотрим, а что мешает или будет мешать. Или мешает и еще будет мешать. Есть такой или нет. Императрица. Ой. Дама-чаш. Да. Восьмерка. Мечей. Не исключаю, что мешать будут некие персонажи, друзья мои. Да, есть. Есть некие ограничения. Возможно, это связано действительно с какими-то людьми. Но, возможно, связано с вашим эмоциональным каким-то настроением. Ну, особенно это касается, конечно, тех, кто подвержен эмоциями. Кто подвержен сильно переживать. И мы, в общем-то, и видим у нас тут десяточку. О, девятка мечей. Она уже говорит, что да, переживания есть, волнения есть. Бессонные ночи тоже, возможно, есть. Потому что все продумываете, просчитываете. И, конечно же, эта нестабильность, она мешает. Но не критично. Потому что если вы все-таки в образе, как говорится, императрицы, а это, скорее всего, так, потому что у нас карта МАК выпала, основная карта наша, то, несмотря на все, что будет вам мешать, в принципе, это не критично. Не критично. Да, будут остановки. Эти восстановки, конечно, да, не совсем для вас будут радостные, не совсем для вас хороши, скажем так. Будут, по крайней мере, вызывать напряжение или тормозить сам процесс реализации, получения вашего желаемого. Ну, вот идет, конечно, ощущение, что еще и связано с влиянием каких-то персонажей. Видимо, не все зависит от вас. Не все этапы прохождения к цели зависят от вас конкретно. Придется, может быть, обращаться к кому-то за помощью или обращаться, может, за какими-то разрешениями или как-то показывать себя более профессионально. Но это касается, конечно, тех целей, которые идут по карьере или по бизнесу или связаны с чем-то серьезным, как, допустим, переезд в другую страну. Сами понимаете, там столько моментов, и все нужно охватить, все нужно просчитать, чтобы не ошибиться. Да, будут ограничения, друзья мои, мешать какие-то. Ну что ж, хорошо. А что будет помогать или уже помогает? Ага, вот. Так. Мир. Опять персона. Король чаш. И четверка чаш. Да, друзья мои. Вот тут, знаете, кто планирует переезд, да? Вообще смену места жительства, чтобы порешать все свои проблемы. Но бывает так, что вот где живешь, там не всегда можно себя реализовать, не всегда много возможностей, точнее даже они ограниченные возможности. И по трудоустройству, и по, чтобы выстроить, допустим, какие-то отношения личные, найти свою половинку, допустим, или для детей нет больше возможности реализовать себя. И вот карты показывают, что переезд может порешать эту проблему. Но это касается тех, кто об этом думает. Смена обстановки, смена места жительства. Что касается бизнеса, друзья мои, здесь, конечно, идет намек, что вам поможет работа по интернету. И вообще, связи с иностранцами, связи с людьми, которые живут от вас далеко. Ну, а для кого-то, возможно, даже переезд в деревню, друзья мои, на природу. Смена городской обстановки на сельскую обстановку. Как это вот. Ну, такое тоже у нас сейчас имеет место быть. Люди продают квартиры и переезжают в деревню. Так. Поможет, конечно же, еще вам, или помогает уже, человек, который к вам очень хорошо относится. Может, это родственник, друзья мои. Может, ваш партнер. Может, даже и партнерша с мужскими качествами характера. Самое главное, чтобы не было зашоренности, друзья мои. Вот зашоренность, это для вас вообще губительно. И, в общем-то, карта мира говорит, смотрите шире. Смотрите глубже и выше. Не, вот именно переход с одного этапа на другой этап жизни. Это приветствуется. Это приветствуется. Потому что зацикливание на чем-то одном, оно ведет, ну, как, знаете, как загнивание, что ли. Это вот если взять озеро, да, если у озера нет подпитки свежей воды, оно начинает свисти, оно начинает покрываться водорослями. И это, сами понимаете, не есть хорошо. Вот в данном случае речь именно об этом идет. Да, вполне возможно, вот на работе сегодня хорошо, и мне ничего больше не надо. Или, допустим, в семье вроде бы все договорились. Замуж я вышла, или я женился. И идет все, как говорится, мимоходом, мимолетом. Не надо больше ломать голову, не надо работать над отношениями, не надо работать над собою. И вот эта остановка, она может привести к не совсем хорошим последствиям. И вот карта мир говорит, что нужно постоянно обновляться. Постоянно обновляться. Чего бы это ни касалось. Ну, вот в данном случае, друзья мои, речь как раз об этом. Чтобы добиться желаемого, нужно не зацикливаться в кубышечке в своей. Нужно расширять горизонты и возможности. И это будет помогать. И это, кстати, вам помогает. Ну, вот я думаю, учитывая карту маг выпавшую, вы все-таки действительно учитываете это обстоятельство. Да. Ну, и в данном случае карты и подтверждают, что это либо уже вам помогает, ну, либо в будущем вам будет очень сильно помогать. Так, хорошо. Теперь давайте зададим еще один вопросик. А вообще нужно ли вам это? Нужно ли этого добиваться? Дамы мечей, десятка чаш, иерафант. Вопрос, конечно, интересный. И такое ощущение, что да. Да, несмотря на острые углы, несмотря на противостояние со стороны, возможно, неких персон, критики, претензии в вашу сторону, в любом случае, в любом случае, друзья мои, да. Ответ да. Это вас, как бы, знаете, приведет к пониманию очень важной вещи в вашей жизни. Да. Может быть, даже вы откроете для себя ну, тайну вашего жития, может быть, тайну вашей судьбы, или вы видите какие-то законы, личные законы жития, поменяйте свое мировоззрение. Может, это даже вас приведет, знаете, к получению новых знаний, причем более глубоких знаний, не поверхностных, а вот знания, может быть, законов мироздания. Ну, это, конечно, в глубоком понимании. Ну, кого-то это приведет к получению высшего образования, кого-то приведет к пониманию своего назначения в этой жизни, своего предназначения, своей миссии. Вот так я бы даже сказала, друзья мои. Ну, ответ да. Хорошо, давайте теперь посмотрим еще один вопрос. Вот вы выполните все вот эти условия, скажем так, да, весь свой план, пройдете этапы препятствий, то есть выполните все, что вот мы здесь сейчас озвучили. Итог, какой будет итог? Да, шли-шли, как говорится, прошли весь процесс, и вот в конце-то там что? Что вы получите в итоге? Я даже больше не буду. Раскладывать. Ну, шестерка жезлов, друзья мои. Вот, знаете, карта МАК, шестерка жезлов. Вот, смотрите. Я хочу, я получу, я этого добьюсь. И итог. Я это получила, я это получил. Я победитель, я победительница. Вот и все. Не добавить, не убавить. И расшифровывать не надо. Ну, что ж, друзья мои. Дай Бог, дай Бог, чтобы так оно и было. Пусть у вас все получится, и пусть у вас все сложится. На этом я закругляюсь, и иду дальше. Итак, третий вариант. Цифра 3, или 2, райдера Уайта. Давайте будем смотреть. Получится ли вам добиться желаемого в загаданный период? Период это очень важно, друзья мои. Получится ли вам добиться желаемого? Дамы Пентакли, Верховная Жрица, Семерка Мечей, Десятка Мечей, Давайте еще одну. Колесница. Ну, что можно сказать? Настроены вы, конечно, серьезно, и не исключаю, что вопрос касается каких-то финансовых дел, финансового благополучия, вообще благополучия своего, понимаете? Цельного такого. То есть, благоустроенный дом, дом полная чаша, достаточное количество денег, ну, в вашем понимании, семья, дети, комфорт, ну, для кого-то, возможно, комфорт личный. Не исключаю такого. Личный комфорт, личное благосостояние, личное удовольствие, а главное состоятельность, личная состоятельность. Не исключено, что вы уже предугадываете, что не все так просто будет, что потребуются знания, и не просто знания, а может быть даже тайные знания, связанные с магическими ритуалами, друзья мои, или с какой-то информацией, полученной от специалистов. Знаете, может быть, не обязательно там какой-то эзотерической информации, а скрытой от вас информацией. Вот эта скрытая информация для вас на данный момент очень важна. Очень важна. И наличие этой информации либо вас приведет к победе, к получению желаемого, либо наоборот, к крушению ваших планов и прочих последствиях. Я бы даже сказала, вы как бы стараетесь быстрее получить это желаемого. Как бы торопитесь, торопитесь. Может, это связано с переездом. Вполне возможно. Но этот переезд, он непростой. Много слишком препятствий к этому переезду. И вообще к смене обстановки, может, даже, знаете, не обязательно переезд, а вот что-то связано с вашим внутренним каким-то состоянием. Может, даже физическим состоянием. Не исключаю. То есть желание огромное. Желание действительно есть. Но вы понимаете, вот это самое главное, вы понимаете, что не все так просто. Получить это желаемое, ну, я не знаю, нужно вот какой-то переворот сделать, что ли. Какой-то немыслимый скачок. И не исключаю, что на сегодня, может быть, сил для этого скачка еще, ну, скажем, стопроцентно нет. Да, что-то еще мешает. Как бы, может быть, кто-то сейчас проходит момент какой-то реабилитации. Ну, не обязательно, я имею в виду, по здоровью реабилитацию, но, знаете, такого психологического состояния, реабилитацию. Чтобы вот сделать вот этот рывок, прыжок. Ну, серьезно все, друзья мои, у вас. Очень серьезно. Очень-очень. Ну, что ж, ладно, давайте посмотрим, а что мешает? Или будет потом мешать? Или что мешало и мешает, и будет потом мешать? Сейчас посмотрим. Так, Паш, Чаш. Карта, Мир. Тройка, Чаш. Давайте еще одну карту. Ага. И Восьмерка, Мечей. Ну да, есть, есть, есть препятствия. Как внутреннего характера, друзья мои, это могут быть и страхи, и какие-то ограничения, любые ограничения, как умственного, так и физического, как и психологического. Как-то, знаете, наблюдается вот такая, что мешает, ой, как бы это сказать-то, может быть, отсутствие почвы под ногами. Не ощущается почва под ногами. Вот так вот. Все вот пока на эмоциях, пока вот на каких-то колебаниях эмоциональных. И более того, возможно, как раз это и нормально. Это нормально. Возможно, у вас сейчас переход. Переход с одного этапа жизни на другой. Или даже не обязательно всей жизни. Может, в какой-то одной сфере, в финансовой сфере, допустим, переход. Вот. Или, допустим, в сфере отношений. Деловой сфере. То же самое. Желание, оно есть, понимаете. И, в общем-то, вы этого хотите, но вот не все у вас просто, друзья мои. И если это продолжится дальше, вот особенно в части ограничений, ограничений, тут надо быть готовым. Ну, я не скажу, что это вот нужно с собой там бороться. Ну, если это касается вас, личности, вашего внутреннего состояния, да. Но это могут быть ограничения, связанные с внешним влиянием. Нужно быть просто к этому готовым. Хорошо. А что поможет или что помогает? Ага. Рыцарь мечей. Влюбленные. Угу. Тройка жезлов. Да, друзья мои, не хватает огонька. Огонька. И не хватает движухи, что ли. Резких движений. А именно они и могут помочь. Понимаете? Вот если так образно выражаясь, да, пора садиться на коня. Пора садиться на коня. И вперед. Шашку наголо. И в путь. Вот такой настрой. Прорыв. Вот это очень поможет. А может, кому-то уже и помогает. И, конечно же, обязательно, обязательно обновление, друзья мои. Обновление и видение, ну, может быть, будущего. Видение картины. Как это будет выглядеть, это ваше желаемое. Во всех красках. Ну, и, конечно, поможет правильный выбор, друзья мои. Тут уж однозначно. Либо ваш выбор, либо выбор между кем-то и кем-то. Либо между чем-то и чем-то. Ну, в принципе, друзья мои, действительно, видение перспектив. Правильный выбор. И прорыв. Это три составляющих, которые, в общем-то, являются основной движущей силой в любом деле. При реализации любой цели. Ну, вот в данном случае именно вот это вам и поможет. Ну, в принципе, друзья мои, смотрите, вот эти ограничения мы уже тут видим. Нестабильность эмоциональная. Уход периодически. Может быть, даже неверие в себя. Отказ от помощи. Это, конечно, всё мешает. Так. Теперь давайте, знаете, ещё какой вопрос. А нужно ли вам вообще добиваться этого? Ваше ли это дело? Да, друзья мои, ответ однозначно да. Это новое. Что-то новое. Это новый импульс. Новый прорыв. Новый путь. Новый сгусток энергии. Новый импульс. Это однозначно да. Ну, что ж. Ну, в принципе, тут говорится. И дальше, конечно, выкладывать карты нет смысла. Ответ однозначно да. Это ведёт к процветанию, к мощной такой стабилизации. Ну, либо отношений, либо финансовой стабилизации, либо денежной, либо деловой стабилизации. Тут у кого что в зависимости от загаданного. Ответ да. Ну, а что в итоге? Что вы получите-то? Когда дойдёте-то до конца. Что вы получите? Так, рыцарь чаш. Солнце, друзья мои, вы получите. Ну, давайте ещё одну карту. Солнце, оно и есть солнце. Это счастье, друзья мои. Это предложение, ну, руки и сердца, если кто-то добивался каких-то личных, сердечных отношений. Вот выпадение тройки мечей, в данном случае, рядом с солнышком, друзья мои, это не негатив. Эта карта говорит, что наконец-то вы залечите своё раненое сердце. Вы разорвёте какие-то, ну, узы, цепи точнее даже, цепи скорее, сердечного характера цепи. Да, то, что вот у вас было на сердце тяжело, что вас давило, что вам не мешало дышать, вот это всё уйдёт в итоге, друзья мои. Так что цель хорошая. Цель оправдывает средства, как говорят. Итог будет просто замечательный. И солнце этому подтверждение. Ну, что ж, друзья мои, я рада за вас. Мне остаётся только пожелать вам добиться того, чего хотите и получить своё желаемое. Спасибо всем за внимание. Счастья всем, счастья всем. И до новых встреч на моём канале и моём инстаграме.